День выборов настал и уже начал свою работу избирательный участок 42-44. Чтобы узнать, как голосуют сельские жители, мы отправились в Петровское сельское поселение. Здесь уже собираются желающие отдать свой голос за того или иного кандидата. В 8 утра голосование на избирательном участке 42-44 стартовало. Сегодня здесь выбирают не только депутатов в Государственную Думу, но и главу своего поселения. Как рассказала нам председатель этой участковой избирательной комиссии, здесь все готово к началу выборов. Члены избирательной комиссии в сборе, а за ходом голосования следят общественные наблюдатели. Избирательный участок 42-44 начал работать 8-0 и будет работать до закрытия 20-0-0. Петровчане идут голосовать дружно, явка избирателя хорошая, поэтому, надеемся, выборы пройдут достойно. В Петровском сельском поселении не все жители могут прийти на избирательный участок. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то по каким-либо другим причинам. Поэтому свой выбор они сделают прямо на дому. Для этого представители участковой избирательной комиссии отправятся по адресам с передвижными ящиками для голосования. Таких заявлений подано 70. Самые активные избиратели по традиции – пожилые люди. Елена Боровская признается, что в своей жизни еще не пропустила ни одного голосования. Это важно действительно для всего поселения, потому что это наша жизнь. Мы живем сейчас в зависимости от того, кто у нас у руля. Только за три часа работы избирательного участка 42-44 активную гражданскую позицию проявили порядка 20% зарегистрированных на этом участке человек. Все избирательные участки, которые открылись сегодня утром в Славянском районе, закроются ровно в 8 часов вечера. Времени, чтобы принять непосредственное участие в политической жизни, остается не так уж и много. Тина Копачевская, Александр Косицын. Специальный выпуск «Выборы-2016».